Как известно, свежему Мерседесу С-класса отрядили платформу и дизайн флагманского С-класса. Разумеется, с некоторыми упрощениями. У младшей модели нет шестицилиндровых моторов и выдвижных ручек, но есть полноуправляемое шасси и матричные фары. Фотографии салона вообще оставляют ощущение дежавю, ведь цифровая панель приборов и монументальный тачскрин медиа-системы сначала появились на С-ке, а теперь перешли к С-классу. Добротное наследство, не правда ли? За которое придется изрядно доплатить. Если за прежнюю Ц-шку просили около трех миллионов рублей, то за новую почти на 600 тысяч больше, а с полным приводом и двухсотсильным мотором седан вообще стоит больше четырех миллионов. Правда, немцы не стали мелочиться, так что базовая версия включает комбинированную обивку сидений, виртуальные приборы, большой экран медиа-системы, двухзонный климат-контроль и прочие плюшки, вроде автоматического парковщика и светодиодных фар. Приятными бонусами иду спортивный обвес кузова, а также чисто немецкая сборка. Но стоит ли все это таких денег решать покупателю? Ведь Ауди А4, Вольво С60 и БМВ 3-й серии обойдутся намного дешевле. Конкурент упомянутого Мерседеса, Ягуар XE, покинул российский рынок. Эти машины тоже стоили по 3 миллиона, но число фанатов британской экзотики оказалось слишком скромным, чтобы и дальше завозить их. Сама модель доживает свой век. Попытка противостоять большой немецкой тройке провалилась, а дальше марка готовит крутую смену концепции. В планах Ягуара делать бесстыдно дорогие электрические авто. Новость со знаком плюс. На Ниссан и питерской сборке, а точнее кроссоверы Кашкай и X-Trail, начали устанавливать фирменный полуавтопилот ProPilot. Он умеет довольно многое, включая разгоны и торможения в условиях пробок. Как уверяют ниссановцы, систему пришлось дорабатывать для наших условий, чтобы электроника учитывала трафик, дорожную разметку и ментальность водителей. Для этого тестовые машины накатали больше 30 тысяч километров от Крыма до Владивостока. И новость совсем короткой строкой. Российский офис Рено начал экспортные поставки дастеров нового поколения. Первая партия ушла нашим западным соседям в Белоруссию. А впереди гастроли по Казахстану, Азербайджану, Армении и Киргизии.